Добрый день, уважаемые участники вебинара. Меня зовут Наталья Воскресенская, ведущая инженер Центра карьеры. Мы продолжаем весеннюю ярмарку вакансий 2020. Представляю сегодня Национальный Центр промышленного дизайна и инноваций 2050 ЛАВ. Максим Чащин, директор дизайн-студии, сегодня с вами на связи. Уважаемые участники вебинара, сегодня компания разыгрывает книгу, поэтому оставайтесь с нами до конца вебинара. Максим, я передаю вам слово. Добрый день, друзья. Сегодня мы будем разговаривать о промышленном дизайне, о том, кто такие промышленные дизайнеры, чем они знаменитые, какие они бывают, как получить эту профессию, как найти себя в этой профессии, как можно, в общем-то, стать промышленным дизайнером. Это основная тема нашего вебинара. Спасибо, Наталья. Действительно, я являюсь директором дизайн-студии Национального Центра промышленного дизайна и инноваций 2050 ЛАВ. И предлагаю построить нашу сегодняшнюю встречу следующим образом. Я чуть подробнее расскажу о нашей организации, ее связи с Me2MeSys. Также расскажу о том, чем мы занимаемся и плавно перейду в область нашей деятельности, как раз промышленный дизайн, что это такое, и немножко поговорим о том, как можно стать промышленным дизайном. Демонстрирую экран. Так, сейчас на ваших экранах как раз некая презентация сводная про 2050 ЛАВ. 2050 – это определенного рода рубеж, такой наша цель. В некотором смысле синоним слова «будущее». И лаборатория – это то место, где проводятся разные эксперименты и проводится поиск тех самых компонентов будущего, которые мы все, я надеюсь, увидим и с удовольствием будем в нем жить. Наша компания возглавляет Дарья Топийская, достаточно известный человек, специализировавшийся как раз на пиаре. Об этом мы еще тоже расскажем. Это одна из частей нашей деятельности нашей компании. Компания наша не так много времени. Она была организована в 2019 году. В начале 2020 года, в конце января, как раз на площадке МИСИС, мы провели совместную презентацию, которую посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. И с тех самых пор МИСИС является нашим стратегическим партнером. И мы надеемся, что мы также в партнерстве с МИСИС в области промышленного дизайна. Также стратегическими партнерами нашими является TransMash Holding. Это огромное предприятие, которое выпускает подвижной состав, поезда, вагоны, локомотивы. И доля ТМХ на российском рынке – это 90%. Также Autodesk – это производители программного обеспечения, в том числе для промышленного дизайна, специализированные программы. И с производителем мы в партнерских отношениях помогаем друг другу развивать как бизнес наш, так и бизнес их. И, соответственно, компания Control2Go, это цифровой дивизион МХ, занимается всеми свойственными Индустрии 4.0 активностями и технологиями для того, чтобы вместе, вот, большой холдинг, TransMash Holding, вместе с дизайном и цифровыми технологиями смело смотрел в будущее. Что мы делаем? Вот дизайн-студия, директором которой я являюсь. Это, в общем-то, и промышленный дизайн. Сообщество, дизайн-сообщество – это образовательная деятельность и курс повышения квалификации. Это обучение различным программным продуктам, в том числе Autodesk. Например, Elias или Fusion 360. То есть специализированный продукт, специализированные программы, в которых как раз можно творить, в которых можно проектировать изделия с точки зрения промышленного дизайна. И мы занимаемся дизайном не только продукта, но и марки, бренда, всего того, что вот на слуху у людей, если мы говорим про автомобили, то там есть свои лидеры, бренды-лидеры. Немецкие, японские, корейские, российские. Ну, вот пример. То есть бренд Lada выпускает автомобили. Есть собственные автомобили, и есть, в общем-то, то, что связано с этим самым брендом. И выстраивать эти коммуникации, выстраивать, в общем-то, реноме этого самого бренда среди покупателей потенциальных и, может быть, даже текущих. И это и есть, в общем-то, проектирование этого самого бренда и его коммуникации с пользователем. Соответственно, вот всеми тремя направлениями занимается 2050 Lab, и это наше уникальное предложение, в общем-то, на рынке делать не только дизайн, но и продвигать продукт и бренд наших клиентов. Мы, повторюсь, сотрудничаем для тех, кто только что присоединился. Сотрудничаем с МИСИС именно с точки зрения промышленного дизайна, прототипирования. И Центр прототипирования кинетика как раз дружественный нам субъект, которым мы делаем периодически какие-то макеты, прототипы для наших клиентов. Соответственно, вот дизайн-студии – это дизайнеры. Вот мы до них и дошли. Дизайнеры – это, в общем-то, обычные люди, которым свойственно придумывать что-то новое, помогающее, что-то новое, что помогает людям, в общем-то, счастливо жить. Пара слов о производительной площадке. Это как раз богатство МИСИС, которое мы по нашим договорам можем использовать для того, чтобы проверять наши идеи, проверять промышленный дизайн, делать какие-то штуки уже, которые можно потрогать из металла, из пластика, композитов. Это очень мощный инструмент. И непосредственно к дизайнерам – это вот сейчас наши дизайнеры, наша команда, наша основная ценность. Шеф-дизайнер Владимир Пирожков, который проработал много лет в западных компаниях – это и Citroen, и Toyota, и Европа. И, соответственно, принимал участие в разработке многих автомобилей, после чего вернулся в Россию и занимался разными промдизайнерскими объектами. А промдизайн – это, в общем-то, к этому еще вернемся, это разработка вещей, создаваемых промышленным способом. То есть это не ремесло, это не искусство, это не что-то прикладное такое, а вот именно производственная история. Соответственно, Владимир учился в архитектурном институте в Свердловске, далее продолжил уже как дизайнерское образование в Швейцарии. Это арт-центр колледжевый дизайн, достаточно известная в дизайнерских кругах школа и до сих пор. И, соответственно, вот к вопросу о том, где можно учиться и, в общем-то, получить навыки промышленного дизайна. Коротко о себе. Я учился в Московском автомеханическом институте и получил образование автомобильного дизайнера. Волею судеб я все-таки занимался автомобильным дизайном здесь, в России. Это были проекты «Маруся», это был проект «Кортеж» под другим брендом, под брендом «Аурус». Он сейчас готовится к терриному производству и к открытым продажам. Также мне посчастливилось принимать участие в разработке авиатехники и яхт и, в общем-то, объектов промышленного дизайна, таких как и карандашницы, и цветочные горшки, и подъемные краны. Это, в общем-то, достаточно большой спектр. Если мы говорим о промышленном дизайне, как о дизайне промышленных товаров, то все, что нас окружает, в общем-то, это и смартфон, и ноутбук, вот что вокруг меня, и лампа, и стул, и стол – это все промышленный дизайн. Старший дизайнер Алексей Шершаков долгое время работал в студии Артемия Лебедева. Это, опять-таки, еще одна точка, где можно проявить себя, и это очень сильная школа в России, в Москве, студия промышленного дизайна в студии Артемия Лебедева. Ее возглавляет Тимур Бурбаев, он преподает, и к этому мы еще вернемся. Соответственно, вот Алексей Шершаков теперь с нами. Вот та самая кабина крана, которую мы вместе делали, вы можете ее увидеть в левом нижнем углу. А также это вот концептуальные разработки беспилотного грузовика и промышленный, в общем-то, продающийся объект, вот вертолет «Скаут», и объекты городского дизайна, это тоже промдизайн, светофоры и велопарковки, и терминалы оплаты. И вот интересный проект «Экзоскелет», очень социально ответственный для людей малоподвижных, но, опять-таки, это очень на будущее разработка, потому что «Экзоскелет» — это не только для людей, которые не могут двигаться, но и для людей, которые могут двигаться, но работа связана с поднятием тяжести, поэтому человек в «Экзоскелете», который помогает, который является дополнительным набором мускулатуры, может помогать человеку выполнять какую-то очень тяжелую физическую работу. Также я уже говорил про «Ладу», некоторые дизайнеры, участвовавшие в разработке концепт-каров и серийных автомобилей, например, Константин Таранов, присоединился к нам в этом году, и вот мы вместе сейчас работаем над тем самым рельсовым транспортом, о котором мы говорили с вами вначале. Также много выпускников, и, опять-таки, говоря про места, где можно научиться промышленному дизайну, это Московский политех или МАМИ, автомеханический институт бывший, который я закончил, вот Антон Самсонов на ваших экранах, также заканчивал кафедру автомобильного дизайна в МАМИ, причем вместе с автомобильным дизайном, у них есть и промышленный дизайн, там тоже можно научиться делать вот разные клевые штуки. Игорь Шитиков также выпускник МАМИ, и, несмотря на то, что он достаточно молод, он уже вот успел сделать с командой дизайнеров линейку автобусов Волгобас, вы их можете увидеть, в общем-то, на улицах и нашего города, и вообще по стране, это достаточно такие красивые автобусы, красивые, удобные, современные, и вызывающая гордость за отечественного производителя. И опять-таки вот пульты, интеллектуальные терминалы, которые связаны с взаимодействием человека и каких-то систем. Никита Павлов, и это выпускник другого вуза московского, это бывшее Строгановское училище, а сейчас это просто Строгановка. И вот как раз Никита также продолжил обучение, также как Владимир Пирожков, за границей, но вот Никита учился не в Швейцарии, а в французском дизайнерском учреждении State School of Design, которое там где-то в Париже, и вот окончив это высшее учебное заведение по дизайну, очень известное, работает сейчас у нас. Также одна из разновидностей, скажем так, направлений промдизайна, это дизайн отделочных материалов, где на стыке промдизайна, то есть формы создания каких-то объектов, дизайнер подбирает и создает зачастую новые материалы с новыми какими-то характеристиками, цвет или тактильные ощущения. Либо плетение ткани, либо рисунок ткани, и это все в комплексе с формой работает на то, чтобы быть приятным на ощупь, либо работать как поддержка тела, подогрев, либо какие-то фрикционные штуки. Если мы говорим про сидение, то сидение должно удерживать в автомобиле человека. Плюс, конечно же, это воспринимаемое качество, и над качеством материалов иногда, восприятие качества материалов создается впечатление о объекте в целом. Также, кроме дизайнеров, над объектами трудятся 3D-моделлеры, это так называемые цифровые digital скульпторы, то есть люди, которые в виртуальной среде строят 3D-модели, строят поверхности, которые можно, в общем-то, измерить. Это хоть в виртуальной среде, но каждый из этих создаваемых поверхностей или объектов, они уже в размере, они уже готовы к тому, чтобы выточить, например, их на станке, для того, чтобы сделать какую-то оснастку, какую-то матрицу, сделать уже с нее какой-то тираж в результате, так получается, промышленно воспроизводимые объекты. Вот Кирилл Вороник тоже работал в студии Лебедь, как Алексей Шушаков, о котором я говорил ранее, и вот тоже создавал разные очень клевые вещи. Кроме этого, до студии он достаточно долго занимался яхтами, то есть морскими судами небольшими, но очень наукоемкими, и, в общем, набрался там колоссального опыта, это было за границей, и это хорошо. И еще один представитель Лады. Это тоже очень хорошая школа для промдизайнера, для автомобильного дизайнера, особенно учитывая то, что Лада входит в международный альянс Nissan, Renault, Lada, и, в общем-то, все эти наработки, которые в фирмы, которые входят в альянс, имеют открытый для дизайнеров, конструкторов, поэтому уровень дизайна вырос, и мы испытываем гордость за вот новый линейк автомобилей Lada, в числе создателей которой, вот Владимир Плеханов тоже 3D-моделлер, также он работал и в Маруси лет 10 назад, когда этот проект, в общем-то, появился и еще существовал. Также есть дизайн-инженеры, вот, например, Иван Розаев, то есть это человек, который все то, придуманное дизайнерами, уже придает этому какие-то толщины и закрепления, и думает о том, как устроено изделие целиком, для того, чтобы потом, передав это на производство, можно было без трагических изменений внедрить в производство практически без изменений. Соответственно, за плечами Ивана и Маруся, и Волга Баса, о котором мы говорили, и проект Аурус, президентский автомобиль. Сейчас мы занимаемся рельсовым транспортом. Вот пример, вот наша работа под руководством Владимира Пирожкова, который является президентом Центра кинетика не ту миссис, и по совместительству нашим шеф-дизайнерам мы сделали вот такой гибридный локомотив. Конечно же, там много инженерной части, и об этом тоже мы немножко поговорим. Это и машинное зрение, то есть этот локомотив может сам ездить, у него есть автопилотные навыки, то есть он отслеживает вокруг себя все, что происходит. И этот локомотив может управляться человеком как из кабины, так и с пульта управления на каком-то расстоянии. И, в общем-то, выглядит он вот так. Немножко не похоже на то, что сейчас ездит по железной дороге, но мы работаем над тем, чтобы все объекты на железной дороге были плевыми, современными и дружелюбными по отношению к окружающей среде и к человеку. Это вкратце, чем мы занимаемся. Это, конечно, 20 минут. Самовлюбленный я рассказывал об этом, но я очень горжусь коллективом, который собрался в нашей дизайн-студии, поэтому об этом хотелось бы поговорить. Сейчас я предлагаю еще немножко посмотреть на тот самый объект промышленного дизайна, который мы уже смотрели. Я запускаю уже презентацию непосредственно как стать промышленным дизайнером. И вот, соответственно, тот самый локомотив, чтобы вы поближе посмотрели, что же это такое. Кто видел железную дорогу, то может оценить, в общем-то, что это уже не что-то такое брутальное и грубое, это уже дизайнерский объект со своей собственной эстетикой, со своим собственным лицом. И эта тенденция, что поезда становятся ближе к людям, она уже, в общем-то, в ТМХ, в разработке, и вы можете оценить поезда метро Москва, новые поезда, которые можно пройти насквозь. Как раз это тоже создано с дизайнерами, холдингом, и, в общем-то, уже люди привыкают к такому подходу, и вот она роль промдизайнера, и вот почему промдизайнеры нужны, на них есть спрос, на их работу, на их творчество, на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше во всех областях, в том числе в общественном транспорте. Концепт ТМ-5Х первый представитель новой линейки гибридных локомотивов. Первый локомотив, соединивший такое число инноваций и преимуществ. В основе локомотива литий-ионная батарея с возможностью быстрой зарядки и высокооборотный дизельный двигатель. Инновационная система управления гибридной силовой установкой сокращает расход топлива и продлевает жизненный цифр источников энергии. Гибкая модульная конструкция силовой установки делает ТМ-5Х универсальным локомотивом. Это и гибрид, и аккумуляторный электровоз, и двухдизельный тепловоз, в зависимости от потребностей и целей заказчика. Быстрая замена модулей силовой установки сокращает время на сервисное обслуживание. Современные решения снижают негативное воздействие на окружающую среду. ТМ-5Х предполагает три уровня автоматизации. Система предотвращения столкновений на основе машинного зрения. Она видит препятствия на расстоянии до 100 метров, облегчает работу машиниста, контролирует состояние инфраструктуры, делает движение безопасным. Дистанционное управление позволяет диспетчеру удаленно управлять парком. Следующий важный шаг в будущее переход к полной автоматизации. Уже сейчас интеллектуальная система предиктивной аналитики анализирует техническое состояние всех его ключевых узлов и заранее предсказывает неисправности. Это повышает техническую готовность локомотива, снижая затраты на сервис. Меньше вредных выбросов атмосферу, ниже затраты на протяжении всего жизненного цикла, эффективное управление парком, простота эксплуатации и надежность. Каждая деталь стремление к совершенству, уверенность линий, дыхание будущего. TM5X соединяет технологии и эстетику. Ну, в общем, рекламная пауза закончилась. Давайте повернемся к промышленному дизайну. Вы сейчас увидели, в общем-то, образец того, что промдизайн это, конечно же, часть огромных процессов создания чего-то нового. Это не всегда только предметы, это иногда и сервис, это всегда какая-то инфраструктура, которая окружает. То есть, например, это есть телевизор, есть телевидение. И без телевидения телевизор не имеет смысла. Есть смартфон, есть там Google Play либо App Store, в котором можно купить или скачать приложение. И без этой инфраструктуры смартфон это просто вот кусочек стекла и металла, по которому можно звонить и если не будет приложений, то вот этот просто звонить и останется. Итак, промдизайн, вы, наверное, уже прочитали то, что здесь написано. Это вот определение такого международного съезда дизайнеров, в том числе и промышленных, которые договорились о том, что все-таки как, что мы можем называть промдизайном и что это такое. И договорились, что все-таки это процесс, причем процесс стратегический. То, о чем как я как раз говорил, что это не просто рисование или создание каких-то штук, это продумывание того, как эти штуки взаимодействуют с людьми, что с ними делать после того, как они отслужили для того, чтобы не загрязнять планету. И это все входит в сферу интересов промышленного дизайна либо команды промышленных дизайнов. и, соответственно, новаторские продукты невозможные без новых технологий, поэтому как раз мы создали у себя подразделение, такую часть нас, дизайн комьюнити, чтобы встречаться, общаться с различными специалистами из различных областей для того, чтобы быть на пике современных технологий, веяний тенденций. И, соответственно, то, что нас окружает, несколько слов я уже сказал про индустрию 4.0, связанную с цифровизацией всего и вся, это и хорошо, и плохо для промышленности. Конечно же, это хорошо, потому что это позволяет ускорить некие процессы создания, тестирования, аналитики в процессе пользования для того, чтобы уменьшить издержки в результате какие-то товары и услуги становятся более доступными для людей. И, в принципе, все вот революции, о которых мы говорили, промышленные революции в 18-м, 20-м веках, они все происходили с изменением социума, с улучшением качества жизни людей. И изобретение станков, изобретение конвейеров, изобретение компьютеров. Сейчас это как раз изобретение систем, которые там сами себя контролируют, развиваются и сами себя учат, как раз позволяют улучшить жизнь человека. И смотрим мы в общем-то на это с этой точки зрения. И те навыки, о которых мы сейчас постепенно подвожу вас к этому, те навыки, которые нужны сейчас для промдизайнера, они в общем-то неотрывно связаны с теми изменениями в технологиях, с теми изменениями в индустрии промышленности, которые происходят сейчас и будут происходить. Есть вероятность, конечно же, что профессия дизайнера конечна, и так же, как профессия таксиста, это уйдет в прошлое, и нас когда-нибудь заменят алгоритмы нейросети, да, конечно, это возможно. Но пока этого не произошло, мы счастливы, мы рады служить обществу, стараемся нанести наименьший вред, как раз продумывая какие-то промышленные цепочки производства, поставок, пользования, которые наименьшим образом загрязняют окружающую среду. И, в общем-то, перед тем, как мы начнем задавать вопросы, я бы хотел просто в режиме, наверное, монолога пока рассказать о том, что вообще, кто такой дизайнер и что ему свойственно, потому что это не то, чтобы стать нейрохирургом или физиком-ядерщиком, на самом деле дизайн ближе к нам и более понятен простому человеку, хотя это иногда ведет к какому-то когнитивному искажению и кажется, что в дизайне разбираются все и каждый это может. В любом случае, в центре я расположил вот такое качество дизайнера как созидательность и это свойственно абсолютно всем людям, особенно в детстве, вы можете посмотреть, как играют дети, они всегда что-то строят, что-то конфигурируют и дизайнеру важно сохранить вот эту детскую созидательность, в принципе креативность от слова create, от слова созидательность и креативность по сути это одно и то же, единственное, что в русском языке креативность еще имеет некий такой оттенок творчества, да, соответственно творческий склад ума это тоже очень важно и вот в левой части экрана такие достаточно человеческие, достаточно нетехнические качества как позитивное мышление, потому что в любом случае что-то придумываем, мы прокручиваем позитивный сценарий, мы прокручиваем то, что как это улучшит, как это можно улучшить, сострадательность это вот та самая эмпатия, которая очень важный социальный навык, без которого сейчас никуда и в будущем это станет одним из основных социальных навыков людей и сейчас именно дизайнеры, люди будущего, они должны быть сострадательны для того, чтобы наблюдая за людьми находить точки разочарования пользования разными предметами и как раз эти проблемы решать. То есть неудобный стул либо неудобная одежда либо какие-то штуки, где человек может удариться локтем, вот это все наблюдают дизайнеры для того, чтобы в своих новых продуктах избежать такого рода разочарования, поэтому наверху слово наблюдательность тоже очень важное качество дизайнера. Опять-таки мы говорим сейчас о качестве дизайнера вне зависимости от образования. Образование, конечно же, упорядочивает знания, умения, навыки и какие-то процессы свойственные, которые находятся внутри процесса разработки продукта, они, конечно, повторяются и под надзором преподавателей шлифуются до блеска, но вот без этих человеческих качеств и без того, что я тут перечисляю, без этого дизайнером стать достаточно сложно, а стать успешным дизайнером вообще невозможно. Поэтому ваша любознательность, любовь к получению правильной информации и навыки по ее извлечению из вот этих каналов, которые нас сейчас окружают и которые множатся с каждым годом, вот умение найти правильную информацию в Ютубе и где угодно, в книгах обязательно это то, что должно быть у каждого не только дизайнера, но и дизайнера особенно. И так это любознательность. И некая такая техническая составляющая с правой стороны экрана это критическое мышление в пику наверное творческому складу ума или там позитивному мышлению. Здесь есть некий дуализм, некий спор, но опять-таки без критического мышления, без взгляда на то, что происходит это и вот как я уже говорил наблюдательность и определенный критицизм происходящего и опять-таки лучший судья вашим мыслям, вашим делам это вы сами и поэтому критическое мышление оно необходимо для того, чтобы себя направлять всегда в какое-то более правильное более прогрессивное и эффективное русло и очень важный очень важное качество это насмотренность это тоже такое приобретенное умение это отличать плохое от хорошего с точки зрения эстетики стоит с точки зрения восприятия с точки зрения вот того, что привлекает эмоционально то, что нравится умение умение определять хорошо это или плохо еще дальше если мы говорим это умение создавать такие вещи которые заранее уже будут обречены на любовь пользователей и с точки зрения внешнего и с точки зрения пользования и с точки зрения каких-то тактильных или ароматических свойств это все в комплексе прокачивается и вот тот аналитический склад ума и как вы видите это все уже достаточно как паутинка связаны все вот эти штуки критическое мышление аналитический склад ума и творчество это вот все дает как раз то самое дизайн мышления термин который в общем-то появился не так давно наверное я имею ввиду в масштабах вообще существование слова дизайна промышленный дизайн то есть это несколько столетий последние 20 лет мы говорим о дизайн мышления которое как раз и состоит из вот активности которую я перечислил вот перекладывая это на качество дизайнера ну наверное у меня все мы можем отвечать на вопросы потому что можно пойти в любой из дизайнерских вузов и я надеюсь что в миссисе появится тоже программа по промо-дизайну но опять-таки поступить учиться закончить с успехом и найти себе работу смогут люди которые вот имеют вот такие качества и самое главное что эти качества они приобретенные за исключением может быть там творческого склада ума может быть есть люди с аналитическим складом ума с математическим складом ума но здесь тоже можно добиться определенных успехов и повторюсь что все это прокачивается насмотренность просто надо ходить в музей надо смотреть на прекрасную архитектуру надо смотреть прекрасное кино или театральные постановки надо смотреть на шедевры для того чтобы глаз научился различать прекрасное от ужасного и все остальные в общем-то тоже качество можно в себе развивать и нужно развивать читая и развиваясь как личность что касается перспектив промышленного дизайна они достаточно долгое время были достаточно туманны и на самом деле мы выпускники конца 90-х были в таком очень подвешенном состоянии многие мои однокашники они не стали заниматься дизайном они ушли в какие-то другие области потому что промышленность была мягко говоря развалена сейчас есть тенденция к тому что промышленность развивается особенно потому что мир меняется и уже не обязательно построить какой-то огромный завод с доменными печами и уже маленькие стартапы которые выпускают какие-то гаджеты небольшие там портативные колонки и так далее там нужны дизайнеры обязательно и область применения может быть и в создании интерфейсов это тоже раздел на стыке промдизайна и графического дизайна и веб-дизайна которые сейчас развиваются именно в интерфейсный дизайн когда вокруг нас полно всяких гаджетов которыми надо управлять и приложения мобильные и так далее непосредственно промдизайн да тоже нужен давайте наверное посмотрим какие вопросы у нас накопились вот опять я с вами лично чат добрый день добрый день какой из этапов создания дизайна самый важный хороший вопрос как обычно мамы всякие важны мамы всякие нужны и я бы хотел заострить внимание на этап именно исследования и вот то о чем я говорил когда упоминал о ошибках пользователя типичный пример это человек который внезапно понимает что надо пойти срочно почитать инструкцию да это приговор это значит что дизайн плохой потому что интуитивно понятный дизайн никто не отменял и чем человек быстрее находит общий язык с предметом тем качественнее дизайнер выполнил свою работу для этого нужно исследовать проблематику нужно выявить а что же человеку нужно и предложить ему как раз вариант решения какой-то может быть проблема может быть какой-то жизненной необходимости можете рассказать про этапы да как раз вот это и есть вот идея до реализации соответственно выявляя проблему мы ищем способы ее эффективнейшей эффективнейшего решения для этого мы ищем идею это может быть визуальные какие-то поиски в эскизах это может быть просто разрисовывание как в кино такого таких стори-теллинг как это называется то есть рассказывание что происходит как в кино мы раскадровочки такие делаем и смотрим у пяти человек как раз может получить от нас какую-то посильную помощь улучшение продукта которым мы сейчас занимаемся и соответственно как только идея появляется мы ее тестируем это визуальный тест будь то рисунок или какой-то макет может быть даже не крашеный но с этим макетом обязательно работают определенная выборка людей это обычные дизайнеры команда дизайнеров на себе тестирует все вот эти естественно решения затем мы выходим уже за пределы дизайн студии и тестируем на живых людях то что мы придумали и если это работает то это идет дальше мы делаем 3d модели и уже там в мелочах добиваемся того чтобы это не только работало но и выглядело прилично так что в конце концов появляется прототип который очень похож на то что мы и задумали и путем нескольких итераций мы каждую детальку доводим до состояния возможности выпуска с определенным тиражом и как только это обеспечено начинается серийное производство а там уже и очень много людей которые занимаются в общем-то литьем и сборкой и покраской иногда и а дальше это дистрибуция то есть доставка товара до потребителя это соответственно ему надо рассказать о том что все это существует вот в таком виде и соответственно подсказать ему именно тому человеку которому это было адресовано то что это возможно купить и то что это в общем-то посильных денег стоит и в этом случае если человек знает что это ему нужно и что это стоит тех денег которые он ожидает это успех коммерческий и это окупает как раз все те расходы которые мы несем в процессе создания продукта причем сам вот этот канал коммуникации и донесения до потребителя всего того что я перечислил мы тоже этим занимаемся это в общем-то есть стратегии маркетинга маркетинговых коммуникаций почему негативные сценарии не прокручивают не оценивают тем самым риски а правда что люди которые долго занимаются критическим мышлением становятся критиками да бывают с людьми что они становятся критиками как отличить хорошую эстетику от плохой какие критерии там несколько вопросов Александра Сячинова да негативные сценарии не прокручивать не оценивать тем самым риски почему прокручивать негативные сценарии я говорил про позитивное мышление не в том ключе что нужно а вот такой вот летает в облаках такой вот весь позитивный такой весь не думает о критических каких-то штуках и конечно же вот критическое мышление это вот знаете как здесь ангел сидит здесь вот дьявол сидит один значит за хорошее а другой значит за плохой но они же друг друга тем самым как-то уравновешивают поэтому критические сценарии обязательно нужно рассматривать и что может случиться если если конечно если бы все витали в облаках то ну мы бы уже давно там без пальцев без рук остались потому что ну вот эта штука работает здорово ну а что может случиться если мы не берем потому что мы такие позитивные как отличить хорошую эстетику от плохой опять-таки это та самая насмотренность и в общем-то хорошая эстетика плохая эстетика ну это такой вопрос несколько вкусовщинный почему потому что в зависимости от этноса в зависимости от какого-то исторического момента исторического контекста красивые некрасивые отличались достаточно серьезно и вот женщины рубинса тому прямое подтверждение вот такие вот такие вот пышечки а тогда это было очень-очень красиво и наверняка такой подход к оценке красоты женского тела например вернется периодически как мы знаем все возвращается и мода и там много хрома в автомобилях мало хрома в автомобилях это все циклично это все в общем-то на злобу дня поэтому можно отличить хорошую эстетику от плохой вот имея какой-то контекст и какую-то насмотренность только то есть какой-то бэкграунд вот эстетического воспитания а это повторюсь музеи театры выставки хорошие книги хорошо изданные хорошо иллюстрированные я надеюсь я ответил кто может стать промдизайнером допустим человек занимавшийся раньше совершенно другой сферы может стать промдизом в 25 в 30 в 40 да есть случаи есть примеры поэтому и вы знаете сейчас вот в нашей современности когда все меняется моментально когда не знаешь что так всегда было в истории человечества что человек не знал что будет завтра но скорость изменений возрастает 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 поэтому основной из навыков который я бы сформулировал для вас молодые люди это как раз навык учиться и мы мы в этом очень сильно и в лучшую сторону отличаемся от наших предков потому что наш предок который жил там например в 17 веке вот он его отец жил в таких же условиях его дед жил в таких условиях и его дети жили в таких условиях то есть там изобрели паровую машину да и вот она там сто лет это три четыре поколения людей в общем-то охватывает и вот это вот медленное изменение мира они какой-то какой-то закостенелось мышление все-таки обеспечивали а сейчас вот с большими переменами никогда не поздно научиться чему-то новому и те качества человеческие качества которые я уже перечислял они вот годные для как раз профессии промышленный дизайнер в какой дизайнерский вуз лучше пойти когда тебе за 30 в любой в любом вузе есть возможность получиться человеку которому за 30 закончил человек мамин пошел строганов получился поехал в питер там есть прекрасная школа сейчас вот в мухе в штиглице рекомендую а какое вино надо пить когда ты смотришь прекрасное вино наверное кино какое вино надо пить ну когда смотришь прекрасное кино надо пить прекрасное вино вот единственное что могу сказать светлана спрашивает если говорить о выпускниках других направлений с чего посоветуйте начинать дизайн имеет ли в наши дни смысл начинать изучение граф-дизайн имеет и как я уже упоминал дизайн интерфейсов это стык многих очень дисциплин и эргономика и например да и психология психология взаимодействия человека машины плюс граф-дизайн потому что именно типографика именно этот симбиоз графики на плоскости до монитор пока у нас плоский опять-таки тоже временно но смысл конечно же есть особенно если к этому лежит душа интерес самое главное это интерес без интереса вон из профессии вот есть человек неинтересно то ночью это наверное финал критическое мышление способность анализировать поступающую информацию беспристрастно без личностного суждения да это очевидно и возможность менять личностное суждение при получении новой информации причем самое интересное что в каких-то областях один человек может мыслить критически а в других областях нет так работает наш мозг да никита абсолютно верно спасибо за дополнение и то как работать наш мозг до сих пор в общем-то до конца не изучено и мы все равно изучаем работаем над тем чтобы наш мозг как он работает понимать кроме того с появлением новых штук мы свой мозг меняем поэтому user experience дизайн это дизайн как раз нашего мозга не в том смысле что мы его придумываем заново мы просто учим людей подсказывая им какие-то штуки какие-то паттерны поведения чтобы интуитивно понятно было вот как пройти в банковском приложении к к этому к этому например да соответственно у наших дедушек не было такого и человеческий мозг в общем-то несколько другими вещами заниматься но адаптировать огромный потенциал нашего мозга и пользоваться чем-то с удовольствием и в лед и легко и непринужденно и получать от этого еще эстетическое удовольствие и понимать что это эффективно что мы нажимаем на кнопку и получаем какой-то результат который мы ожидаем это очень важно и это тоже дизайн были ли у вас проекты связанные с металлургией ну напрямую нет напрямую нет так Александр спрашивает скажите инструменты для патологоанатома тестируются на мертвых людей да я смотрю Александр с хорошим чувством юмора жму руку нет инструменты для патологоанатома тестируются на в общем-то макетах мертвых людей то есть испытания в том числе и прочностные проходят на этапе прототипа да но мы уже сейчас вдаемся в конструкцию да безусловно тесты разные совершенно они должны проводиться и сейчас технологии в том числе вот наших партнеров из автодеск позволяют виртуально посчитать очень многие вещи которые раньше приходилось там на больших машинах испытывать сжимать разжимать и так далее и миссис это конечно стали из плавов это прям профильная история да все верно виртуально это можно сделать и впоследствии там какие-то конструкции нужно обязательно и физически испытать для того чтобы проверить сходимость результатов и сейчас вот с развитием различных приложений и мощности компьютера уже можно с достаточной долей точности просчитать прочность жесткость конструкции в том числе металлической так снова Александр промышленный дизайн это весело да какие у вас были самые веселые моменты в работе а как понять что ты смотришь на хорошее когда прокачиваешь свою насмотренность хорошее насмотренному человеку нравится а плохое насмотренному человеку не нравится но на самом деле на вкус и цвет товарища нет и в музеях действительно можно увидеть разное другое дело что если если художник находит отклик своего творчества в сердцах многих людей значит он наверное делает что-то правильно да люди разные бывают и есть какой-то уровень который мы понимаем что он хороший что важнее эргономика или эстетика они обе важны и какая важнее рука правая или левая вот такой же вопрос бывает что нет одного и нет другого но это сами понимаете можете посоветовать книги про дизайн промышленный дизайн да конечно запишите пожалуйста что это все книги Дональда Нормана прям должны быть прочтены обязательно для общего развития советую книгу колодства Лебедева обязательно еще можно погуглить книги для дизайнера Людвига Бастрановского у него есть прекрасная совершенно проподборка список литературы которая действительно поможет вам чуть лучше понять как устроен мир и вам просто будет интересно кто сильнее терминатор или хищник не помню почему раньше дизайнеры ходили в шарфах а сейчас нет а мода изменилась Виктор Попаник вот отличное да спасибо Александр был красавчиком в профессиональной сфере или популист Попаник ну послушайте если бы не Попаник расскажу вам историю пока у нас есть еще несколько минут Виктор Попаник собрал на своем автомобиле бампер из из банок из-под кока-колы он их просто собрал вот в такой значит в соты такие да прикрепил к одной доске и сверху другую доску поставил и эту вот конструкцию он прикрепил к своему автомобилю и разогнавшись там ну быстрее чем велосипед но медленнее чем ракета он там что-то или в Вашингтоне или где-то какое-то правительственное здание в общем-то забодал на машине прям вот с грохотом там со всей вот этой историей это было где-то вот 80-70 ну естественно его повязали полиция там и так далее понабежали репортеры а оказалось то что энергия удара вот на такой скорости в общем-то сделала свое дело банки сжались бампер не пострадал даже не было царапин и здание тоже не пострадало так вот это был такой резонанс он писал об этом потом в своей книге которую надо почитать тоже писал в своей книге о том что резонанс был жуткий и автопроизводителей на уровне правительства обязали повысить энергоемкость бамперов именно вот для таких случаев так что популизм ли это не думаю это мне кажется красавчик можете назвать продукт который по вашему мнению является провалом с точки зрения промышленного дизайна ой этих продуктов достаточно много и как я уже сказал любой продукт который заставляет лезть в инструкцию является провалом с точки зрения промышленного дизайна поэтому как только вы... Я вам, конечно, не желаю этого, но бывают такие случаи в жизни. Если вы чувствуете, что пора лезть в инструкцию, знайте, вспомните, пожалуйста, меня и подумайте, что с дизайном что-то не очень хайф. Может быть, это не провал в полной мере, но что-то здесь не то. Также то же самое, что если что-то у вас в руках сломалось в поре пользования предмета, без видимой причины, то, может быть, этот дизайн не дотягивает. Что вам ближе от опологической оптимизации или генеративный дизайн, спрашивает Александр, это одно и то же. Илья, согласитесь ли вы, что в эргономике и функциональности искрыта настоящая красота вещей? Есть такая теория, и то, что некрасивые самолеты не летают, это вот в авиацию любят повторять. Функции очень много всего такого, что становится впоследствии эстетикой. Это влияние, это взаимное влияние. Поэтому есть направления, есть определенные обстоятельства, при которых вещи начинают обрастать всякими украшательствами, да, и есть времена, пришло время собирать камни, да, и есть времена, когда от вещей эти украшательства отваливаются. И вот тогда мы видим голую функцию, и почитайте, пожалуйста, про Дитера Рамса, например. Он трудился в компании Браун после войны в Германии. Он как раз является вот апологетом такого функционального дизайна, и на него, в общем-то, равнялся и равняется, равнялся, когда он был шеф-дизайнером Эппл, в общем-то, Джонатан Айв. И есть прямые заимствования из предметов Браун 50-х годов в предметах Эппл 90-х и 2000-х. Поэтому, опять-таки, все циклично, и сегодня модно там с рюшечками, а завтра модно вот прям Симплисити. Важный ли навык для дизайнера рисовать красиво? Отличный вопрос, Александр, спасибо. Нет, неважно, но это определенное преимущество в команде дизайнеров свою мысль выразить графически, да, и показать, в общем-то, как это выглядит похоже. Поэтому преимущество, да, важный, да, но не самое главное, скажем так. Как вы относитесь к тому, что случилось с Брауном после того, как его купил Джилет? Ой, я не слежу за Брауном и Джилетом, но я даже не знал, что они друг друга там купили. Ну, это нормально, как бы, слияние, поглощение это часть экономики, и бог бы с ним. Ольга, как вы думаете, в каких еще сферах в будущем будет востребован промышленный дизайн в России, какие производства будут развиваться? Ну, смотрите, из-за каких-то сдвигов в социуме в 90-х, да, мы чуть не потеряли тяжелое там уж настроение, но сейчас, допустим, вот ТМХ, с которыми мы работаем, они в общем-то заводы развивают, и те заводы, которые знали наши деды, это уж совсем не те заводы, которые есть в ТМХ, хотя они делают по-прежнему вагоны, локомотивы и так далее. Какие производства? Будут развиваться цифровые производства, все, что связано с информацией, все, что связано с сбором, хранением и так далее. Это неизбежно, потому что человечество копит и генерит информацию в геометрической прогрессии все больше и больше и больше. С этим надо что-то делать, ее надо будет обрабатывать, и с этим будет связано, я думаю, развитие наиболее динамично развивающихся. Как ситуация с коронавирусом повлияла на ваши проекты работы? в целом на область промдизайна. Друзья, у нас, наверное, уже скоро закончится время, но давайте я попробую как-то ускориться и рассказывать. с коронавирусом мы работаем по домам и, в общем-то, я считаю, что это очень хорошее упражнение для того, чтобы развить навыки общения на расстоянии, для того, чтобы наладить какие-то процессы в полуавтоматическом режиме, отслеживание и постановки задачи и так далее. Это свойственно не только дизайну. Что касается межличностного общения, да, и этого не хватает, а для того, чтобы делать качественный и в том числе эмоционально наполненный дизайн, нужно обязательно общаться. И один в поле не воин, и по сути авторского дизайна не существует, это все-таки всегда какая-то команда за редким-редким исключением. Как вы считаете, смогут ли частные компании конкурировать с госкорпорациями? Это зависит от смогут, если на это будут обстоятельства, не смогут, если на это будут другие обстоятельства. Если при прочих равных условиях, то смогут частные компании всегда более гибкие в своих подходах государственные обычно из-за долгих процессов принятия решений, например, они менее гибкие. Так что вообще нужно и, чтобы было и то, и другое. Нужно ли дизайнерам переживать из-за того, что они придумали классную идею, но не запатетовали перед тем, как запостить на Behance. Классная идея, если она классная, давай донесем ее до какого-то производства, через Kickstarter, а не через Behance. И тогда будет здорово. Спасибо вам, что вы делаете, хорошего настроения, крепкого здоровья, интересных проектов. Александр, взаимно большое спасибо за участие, за очень хорошие вопросы. Друзья, как и говорила Наталья, в самом начале мы разыгрываем интересную книжку. Максим, во всем нетерпении и ждем победителя. Я предлагаю все-таки подумать немножко над тем, какой вопрос был самым интересным, потому что абсолютное большинство вопросов было интересными, и они были клевыми, они были умными, и они были по делу, поэтому я благодарю всех, кто задавали вопросы, спасибо вам большое, потому что это получилось, в общем-то, все остальное, ответы не были бы такими, если бы не было таких вопросов. Поэтому мы подумаем и посоветуемся с коллегами, и самый интересный вопрос ждет приз, это хорошая книга как раз по дизайну. Отлично, спасибо вам огромное, ребят, не волнуйтесь, участники вебинара, не волнуйтесь, книгу вы обязательно получите через Центр Кореи, сделаем красивый пост, кто победит, я думаю, что уникальные возможности вы сегодня воспользовались. Максим, вам спасибо огромное, вот такой спокойный, познавательный вебинар, я думаю, что он и в записи будет очень интересный, спасибо вам на сотрудничество, я думаю, что оно продлится очень-очень долго. Спасибо вам большое за приглашение, рад нашему знакомству, спасибо, друзья, до свидания. Отдельное спасибо Татьяне Алексеевой, директору, пиар-директору компании 2050 Lab, которые сегодня были с нами. земля electricа, первым вебина helpless Systems ibt притыа, сами persist Netherlands, так же норме, complet у доллары, coast не кажется, Продолжение следует...